Привет всем! Вы находитесь на канале Райская Жизнь на Канарах, с вами его автор Екатерина. Сегодня настала очередь выпустить очередное женское видео, обновить рубрику «Читаю ваши письма». Сегодня мое письмо будет не с личной историей, а с рекомендацией для всех моих подписчиц-девушек, которые стремятся обрести свое женское счастье в интернациональных отношениях с испанскими мужчинами. Написала мне его одна зрительница, с целью, чтобы я прочитала, озвучила ее рекомендацию всем тем, кто сейчас или находится на сайте ознакомств, либо развивает отношения в реале. Итак, хочу предупредить сразу, что я под каждым словом этого письма не подписываюсь. Я его обсужу после прочтения и дам свои рекомендации на этот счет. А теперь давайте посмотрим, что написала вам моя зрительница. Пишу письмо для девочек, кто пытает счастье с иностранцами. Познакомилась с испанцем с Майорки. Он в активном поиске славянской девушки, в его голове стереотипы. Русские мужчины никакие, девушки любят европейцев. Можно просто наговорить комплиментов и пригласить девушку к себе. Испанки на такое не разбежались, как и вы сами знаете. Откуда все это в его голове? Он рассказывал о девушке, которая, будучи замужем, общалась с ним и была восхищена тем, сколько он говорит ей комплиментов. Столько муж за жизнь и не говорил. Жаловалась на тяжелую супружескую жизнь. Он сделал вывод, что у всех картина такая и увидел в этом легкую добычу. Девушки, пишет моя зрительница, обращаясь к вам, вы сами портите себе репутацию такими разговорами. Не позорьтесь, пожалуйста. Когда я знакомлюсь с иностранцами, я показываю красивые виды наших старинных городов. Рассказываю о доступности ресурсов, такси и самом шикарном сервисе ресторанов и сферы услуг. О мужчинах, внимание, которые ведут себя по-джентльменски. И в целом не понимаю, к чему позорить своих мужчин. Не нравится тебе? Не живи с ним. Кто, как не наши мужчины, платит в ресторане и дарит хорошие подарки? Разве что арабы. Сколько же тут всего перемешано-намешано в этом письме? Вы сами сейчас понимаете. Тут и наши мужчины, и арабы, и подарки, и испанцы, и неудачная семейная жизнь. Намешано очень много. Хочу начать с главного. Что когда вы знакомитесь с испанским мужчиной, это вам скажет любой психолог о знакомстве, о поиске работы, о любом таком моменте, который вы стараетесь улучшить в своей жизни, не нужно распространяться о других вариантах. Говорите на свидании, почему вы ищете знакомство, почему вы хотите отношения построить именно с европейскими мужчинами и с испанцами в частности. Говорите, что вы наслышаны о том, как они себя галантно ведут, о том, какие они заботливые, о том, какие они щедрые, какие они дитаисты. То есть мужчина-дитаист здесь в Испании означает, что он по каждому поводу и без делает вам какие-то подарочки, сюрпризики, как-то вас удивляет, как девушку, как женщину. Говорите о том, что вы восхищены Испанией, культурой, культурой внутри отношений. А то получается, вот представьте, то же самое, как если бы вы пришли на свидание с мужчиной, и вы блондинка, а он вам рассказывает о том, как ему нравятся женщины-брюнетки. То есть какого ты тогда перепуга со мной здесь сидишь и теряешь время, и мое, и свое. Поэтому рассказывать на свиданиях с испанцами о том, какие русские мужчины-джентльмены, да как они водят по ресторанам, да какие они подарки дарят, ну, это на самом деле глупо. Я вам даже глаза не открою, сказав то, что русские мужчины уже давным-давно никого по ресторанам не водят. Большинство из них проводит время в одного, с компьютером, попивая пивко, либо проживая с мамой. Мы сейчас на просторах не только Российской Федерации, на просторах Украины, Беларуси, Казахстана процветает мужское движение, которое просто, можно сказать, проклинает весь женский пол. И говорить про то, что наши русские мужчины прям разбежались водить всех в рестораны, да ну вы что. Они воспринимают рестораны как исключительно зацепку, приманку для того, чтобы, как они сами говорят, развести девушку на бесплатный кекс, снять ее, очень у нас грубые выражения в отношении противоположного женского пола в России, они, вы знаете, в перемешку с тюремным жаргоном так ласкают слух нормального воспитанного человека, что хочется бежать от этого подальше. Поэтому я и пропагандирую на своем канале то, что если вы чувствуете, что вас не устраивает никак эта ситуация, все, что происходит перед вашими глазами, то, что творится в российских, украинских и белорусских семьях, то путь вам на запад. Здесь мужчины ищут женственность, здесь мужчины очень заинтересованы в том, чтобы развивать серьезные отношения с женственными женщинами. Это не масло масляное, на самом деле это так. Все те, кто живут в Европе, наблюдают за европейскими женщинами, которые даже не хотят сейчас в большинстве случаев проживать на общей территории с мужчиной, не хотят готовить для любимого мужчины, не хотят, в общем-то, ну никак поддерживать, как говорится, уютный быт и очаг, держать эти вещи в своих руках. Поэтому еще раз повторюсь, что находясь на свидании с испанским мужчиной, глупо на самом деле распинаться про наших русских. Вы уж меня, русские мужчины, простите. На самом деле любая человеческая природа такова, что если вы сидите с кем-то напротив, вот представьте, вы сидите с мужчиной, рассказываете о том, что у вас перед глазами очень много положительных примеров интернациональных пар, и как вас это приятно удивляет, да что мужчины на самом деле, они настоящие кавалеры, то мужчина, сидящий напротив и слушая все эти приятные вещи, ну как он иначе будет с вами вести себя? Он даже не рискнет не оправдать ваше доверие, ваше ожидание на него. Кстати, хочу еще вернуться по поводу ресторанов. Рестораны – это такая, знаете, тема больная на нашем СНГшном пространстве, не только у мужчин, но и у женщин. Рестораны у нас воспринимаются как нечто экстраординарное, доступное либо только богатым людям, либо походы в рестораны применяются как оружие для поколения женского сердца, как я сказала, в период знакомства. Я помню в моей прошлой жизни, во время первого брака с русским мужчиной, выход в ресторан – это было событие мирового масштаба. Мы выходили либо на день рождения, либо на свадьбу, либо на какой-то юбилей. Выйти с женой в наших семьях, вот просто так поужинать – но это я ни от кого не слышу. Ни от кого не слышу ни сейчас, ни в прошлом, до военных событий. В Испании здесь семьи живут совершенно иначе, здесь рестораны. Если для особого случая и используются, то, например, когда у нас в семье возникает какой-то необыкновенно праздничный момент, какая-то годовщина, либо же круглая дата, то мы идем в ресторан «Файн Данни». Это элегантный ресторан, где обычно предлагается меню дегустация. Я посчитала, что в больше половины случаев, потому что мне недавно спросила подписчица, видя мои посты в Инстаграме, сколько раз в неделю я питаюсь в ресторане. В различных ресторанах я питаюсь более чем в половине случая, в течение недели, потому что, когда мы едем обычно с работы, у меня супруг спрашивает, что мы будем есть. Тебе хочется готовить, либо же мы пойдем в какое-то заведение. Потому что здесь, в Испании, количество заведений общественного питания, ну, такое обширное. Они настолько разные, что хотите пообедать красиво, хотите пообедать просто, хотите пообедать информально. Здесь проблемы покушать, сходить в ресторан, что с женихом, что с мужем. Вообще проблем никаких не составляет. Никто из этого не раздувает, как из мухи слона. Давайте теперь обратим внимание на тот момент, который предлагает обсудить. Зрительница, вернее, рекомендует вам, смотрящему видео, не портить себе репутацию рассказами о прошлой жизни, о том, как вам нелегко жилось с каким-то мужчиной, о том, как, может быть, вы терпели. По-испански это называется мальтрату, абьюз, то есть плохое отношение в семье. Может быть, у кого-то были какие-то моменты домашнего насилия. Не нужно думать, что девушки, рассказывающие такие истории, они вот, ну, как будто бы дурочки, простушки. Для чего они все это выкладывают? Нет, у таких обычно есть своя цель, чтобы через жалость заслужить больше очков у мужчины. Может быть, он пожалеет таким образом, полюбит. Вы знаете, нет. Через рассказы о плохом отношении, о том, что вы, может быть, терпели несколько лет, вы мужчину качественного, достойного не привлечете, потому что мужчина хочет, как правило, в отношениях заряжаться от женщины настроением, подхватывать ее энергетику, вдохновляться. То есть мужчина, который хочет счастья, он ищет счастливую женщину, женщину самодостаточную, развитую. Такие истории обычно притягивают и последующие абьюзивные отношения. То есть мужчина, видя, что с вами можно делать все, что угодно, и вы будете терпеть, с вас можно видеть любые веревки, проделывать любые финты с вами, то вот именно такой мужчина западет на вас, может быть, сделает каких-то пару красивых жестов, чтобы заслужить ваше доверие, пересечь, так сказать, ваши личные границы. Но вот так вот порекомендовать вам откровенно такой способ знакомства, такой способ привлечения внимания хорошего, качественного мужчины я вам не советую. Вернее, я вам категорически не рекомендую это делать. Еще, знаете, такой любопытный момент, который я наблюдала не однажды в общении с девушками, которые приезжают даже в Испанию, они приезжают или с подружками, или одни на поиски судьбы. Их вот тоже простушками назвать совершенно невозможно. То есть у них тоже есть такая своя стратегия, а если она еще и в перемешку идет с плохими, неудачными отношениями внутри брака, внутри семьи, то это, знаете, такие дамочки, они еще те стратегии. Но они, применяя эти стратегии, они редко выигрывают, вернее, я могу сказать, что никогда. Ну нет, у меня на глазах примера такого, что девушка, например, приехала, находясь замужем, ничего не сказав мужу о том, что она едет на разведку, познакомится с испанским женихом, а может быть с несколькими. И если у нее что-то выгорит, она останется. А если у нее ничего не выгорит, и мужчина, так сказать, не откликнется на ее жалобные истории о том, что у нее происходит внутри семьи и не позовет сразу же замуж, то она вернется домой. В Самару, Сызрань, Рязань и т.д. и т.п. Почему такие стратегии, они не работают? Потому что вам любой психолог скажет, что невозможно открыть следующую дверь, если вы не закрыли предыдущую, ту, которая осталась позади вас. То есть невозможно усидеть на двух стульях, невозможно одним выстрелом убить двух зайцев, здесь инородная мудрость говорит об одном и том же. То есть если вы ищете новые отношения, вы должны завершить старые отношения. Потому что сколько историй уже было, что вы познакомились, у вас и развиваются отношения с испанцем, может быть даже на расстоянии. Но потом бывший муж поманил вас каким-то дешевеньким золотым колечком, проволокой, сказал, что вы поедете в Сочи вдвоем, и вы сразу распрощались со своей мечтой жить в солнечной Испании. Вы согласились на более простой вариант, согласились на меньшее. Почему они вообще возникают, да, такие варианты? Некоторые из вас слушают сейчас и думают, ну, вообще истории какие-то из ряда фантастики. На самом деле очень много таких историй. У наших девушек не хватает чувства собственного достоинства, не хватает смелости одному сказать, что мне так не нравится, мне не нравится наша семейная жизнь, мне хочется от себя первого, второго, третьего, десятого. А испанцу сказать, что в моих планах серьезное построение отношений, выйти замуж, переехать, адаптироваться к этой жизни, быть полноценным членом испанского королевства и общества. То есть вы не раскрываете карты ни перед одним мужчиной, вы также скрываете свои интересы перед вторым, и в итоге ни с первым, ни со вторым у вас ничего не складывается. Вся жизнь наперекосяк. У меня есть несколько видео на канале про низкую самооценку, от которой все открещиваются. На самом деле можно иметь в руках дорогую сумку, телефон в кредит Apple и иметь низкую оценку, замаскированную за красивым ярким макияжем. Потому что девушки обычно на чем прокалываются, пусть это будет ульгарный глагол, но на самом деле он отражает действительность. Что у них в каждом их движении, в каждом действии, когда они либо входят в отношения, либо когда они состоят в отношениях, у них есть страх. Страх, если мы говорим о семейных отношениях, например, когда плохой муж плохо обращается, женщина плохо живет, потерять этот мешок с гравием, потому что и нести тяжело, и оставить сложно. Всегда в руках должно что-то быть. Знаете, как вышел без сумочки из дома, и, блин, ну как будто чего-то не хватает. Страх в отношениях новых с испанскими мужчинами приводит к тому, что таких женщин очень часто на первом свидании зовут домой. Да, они и сами не прочь, потому что боятся потерять этого более-менее перспективного мужчину, хотят проявиться во всех плоскостях, в том числе горизонтальной. И такие мужчины, они сразу понимают, с какого типа женщины они находятся, проводят это первое свидание. В Испании есть такая фраза «Мухер тены классы». Так вот, в данном случае, «Мухер но тены классы». Мужчины это видят, никто из них не брезгует воспользоваться кусочком бесплатного кекса, поэтому приглашают, поэтому, соответственно, очень многие на такие предложения соглашаются. И вот по этому поводу тоже. Это зрительница, которая написала письмо, чтобы я зачитала и обратилась к вам, мои зрителицы. То есть она тоже в курсе этих моментов. Другое дело, что она не озвучила, что мужчины любых национальностей, в том числе испанские, они не ценят то, что достается очень быстро, очень просто, без особых усилий и в неограниченных количествах. Вот в этом видео очень часто, как вы заметили, я вставляю народные мудрости наши. Вот давайте вспомним еще одно, что мужчины любят стерв. Да, вот вы знаете эту фразочку, да, знакомую? Мужчины любят сучек. Совершенно точно они не любят и не ценят хороших женщин. И здесь ведь речь совершенно не идет о том, чтобы каждая из вас была стервой, требуя подарков уже на первом свидании. Денег, отказе от интимной близости до того, как он не предложит выбрать кольцо Тиффани. Это про высокую самооценку. Постоянное взвешивание на предмет того, мне это предложение интересно или нет, оно мне подходит, оно мне выгодно или нет. Это четкое осознание своих планов и женских интересов. Обзывайте это быть стервой, сучкой. Самое главное, не будьте дурочками в 40, в 50, в 60 лет, веря, что кто-то вас пожалеет либо оценят за ваши прошлые страдания. Ну вот и все, с вами была Екатерина. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и вы обязательно подарите мне и моей зрительнице, которая написала это письмо, лайк. Увидимся уже на следующей неделе. Всего хорошего и hasta pronto.